Еще раз доброе утро. Зима, не повод сидеть дома. Убедимся в этом с нашим очередным гостем, генеральным директором пригородной пассажирской компании «Содружество» Азатом Ахмедшиным. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Азат Ильгизович, мы знаем, что сейчас пригородные перевозки организованы на достаточно высоком уровне. Это касается и передвижного состава, безопасности, ну и даже вот покупки билета. Вот давайте о каждом из этих пунктов поговорим подробнее. Что изменилось? Совершенно верно. Действительно, у нас подвижной состав, он обновился. Достаточно комфортные электропоезда, новые, современные, в которых имеется система климат-контроля. Много других новшеств, в частности, и по приобретению билетов. Билеты сегодня можно приобрести не только в пригородных кассах и билетопечатающих автоматах, которые находятся на вокзалах, но еще и с использованием современных гаджетов, то есть в мобильном приложении. Оно называется «Пригород». Но, кстати, пользуются им? Есть какая-то статистика? Да, статистика есть. Данное приложение у нас работает второй год. Сегодня ежесуточно оформляют билеты порядка 500-600 человек в этом мобильном приложении. Но я бы хотел на нем остановиться, в частности, в том, что там не только можно купить билет, там можно посмотреть всегда актуальное расписание. Зачастую проводятся ремонтные работы, изменяется расписание пригородного поезда. А пассажир в пригородном сообщении, это, как правило, бегущий пассажир, который прибегает за 5 минут до отправления поезда, не обращая внимания ни на расписание, ни на объявление, и зачастую бывает опаздывает. В данном мобильном приложении расписание всегда актуально. Можно его посмотреть в глубину до 10 суток, то есть все изменения там, они есть. Можно приобрести билет. Билет будет непосредственно в данном мобильном приложении. И он предъявляется при осуществлении контроля в поезде, а также при проходе через турникетный комплекс. Достаточно приложения. Прикладывается телефон, штрих-код, и можно пройти через турникетный комплекс. 500-600 человек, это хорошо. Это в какой промежуток? Это в сутки, вы считаете? Это в сутки. Жизнь 500-600 человек улучшилась, будем надеяться, что будет расширяться эта тенденция. Да, и хотелось бы еще сказать, мы продвигаемся в этом направлении, и рассматривался вопрос предоставления скидок. Мы опробировали данную систему скидок с помощью приложения. Достаточно существенная скидка, это 20%. Она отработана на участке Казань-Аэропорта и Казань-Канав. И с 1 марта будет работать данная возможность на всем полигоне обслуживания. Очень заманчиво. Другой разговор. В цифрах все становится понятнее. Мы знаем, что есть еще и туристические направления. Давайте об этом тоже поговорим. Потому что не только какими-то бытовыми насущными делами мы заняты, но еще и путешествиями внутри республики. Как здесь дела обстоят? Совершенно верно. Маршруты пригородных поездов, они всегда проходят за окном электропоезда. И мы зачастую не обращаем внимания на те красоты, на те исторические места, мимо которых мы проезжаем. Поэтому в 2017 году мы совместно с администрацией Арского района оборудовали тематический вагон с фотографиями достопримечательностей этого района. Обратили внимание на очень значимый для республики Татарстан музейный комплекс в деревне Крылай, родина Габдулы-Тукая. И в взаимодействии с администрацией Арского района, с администрацией музейного комплекса и местным автотранспортным предприятием мы организовали туристический маршрут. Где можно утром на электропоезде в 8 часов 15 минут организованно доехать до станции Арск, где встречает группу автобус. Он довозит до музейного комплекса, там экскурсия, питание, все организовано. И вечером в 17.33 вернуться в столицу республики. Да, но будем надеяться, что ваш туристический маршрут будет расширяться только со временем. Да, и какие-то еще планы, потому что у нас 2018 год, чемпионат мира, будет много туристов. Какие-то еще есть идеи туристические? Да, есть идеи, мы их рассматриваем. Мы сегодня достаточно плотно работаем вместе с Министерством культуры и туризма республики Татарстан, с администрацией Свеевского музейного комплекса, остров Град-Свеевск и Зеленодольской администрацией по открытию такого же маршрута до станции Свеевск, далее автобусом до острова Град-Свеевск и, соответственно, экскурсионной. Вот тематический вагон, да, вы упомянули, посвященный Тукая. Да, я правильно понял? Тематический вагон достопримечательностям Артского района. Я задумался над вопросом, не испортили ли вагон, не изрисовали ли? Он нормально, он в целости и сохранности? Он в целости и сохранности, там очень красиво, там есть фотографии, там есть описание каждого туристического направления. Ну, это здорово, хорошо. Главное, чтобы все это не погрязло. Время с пользой проходит. Понимаешь, не просто так, а вот время провели с пользой. Надеемся. Даже в электричке. Надеемся. Но еще есть одно определение, мультимодальные туристические маршруты. Да, что это такое? Что это такое? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Я бы несколько расширил. Это не просто мультимодальные туристические маршруты. Речь сегодня идет о развитии в целом мультимодальных маршрутов. То есть, это выбор направления маршрута следования пассажирам с использованием нескольких видов транспорта. Сегодня мы также достаточно плотно взаимодействуем с автотранспортными предприятиями в районах. Мы согласовали расписание прибытия и отправления поездов с расписанием движения автобусов, которые находятся... ...того населенного пункта. ...того населенного пункта. И сегодня можно доехать на электропоезде, например, до станции Кукмар, пересесть в автобусы и проехать в любой населенный пункт Кукмарского района. Аналогично по Вятским полянам, по Арску и по другим субъектам, где мы сегодня работаем. И в этом направлении мы продолжаем работать. Дальше, конечно, это рассмотрение вопросов о работе в одно окно, приобретение одного билета, который будет распространяться на все виды транспорта по участку следования. Это очень удобно. Это важно, удобно. И самое главное, что мы от этого никуда не уйдем, потому что все большие города, все мегаполисы... Да и не будем уходить, мы будем туда идти, к этому. Да, 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 конечно, конечно. Мы будем двигаться в этом направлении, потому что оно перспективное и так должно быть. Мы должны быть все ближе друг к другу. Из любой точки должны добраться просто и быстро. Желаем успеха, что сказать. Все только это на благо. Да, 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 конечно. Спасибо большое. Спасибо.